Но у нас есть еще один замечательный эксперт, я надеюсь, что она сейчас к нам подключится. Это Екатерина Морозова, менеджер по международному маркетингу компании Century Property. Надеюсь, что сейчас со связью все будет хорошо. Маленькая легенда, понятное дело, что человек с моим именем так или иначе должен по-особому относиться к государству Филиппины. Ну так уж, просто Филипп, Филиппины, да. Но при этом я на вебинарах при АНРУ никогда с экспертами по Филиппинам не общался. И вот сейчас такая возможность, надеюсь, предоставится. Главное, чтобы связь наладилась, потому что на репетициях легкие проблемы у нас возникали. Но пока Екатерина к нам добавляется, надеюсь, трудностей не будет, пара новостей последних, которые пришли из разных стран мира. Министр туризму Болгарии заявил о планах начать летний сезон с 1 июля. Подготовку к летнему сезону начнут с середины июня, а с 1 июля начнут отели, должны начать принимать первых отдыхающих. Здесь речь идет, скорее всего, о болгарских отдыхающих. О, а вот... Екатерина, здрасте. Здравствуйте, меня слышно? Да, вас слышно и слышно прекрасно. И маленький секрет, откроем, все здорово, но вы же в том же городе, что и я в данную секунду, да, по-прежнему находитесь? Да, все верно, я в Петербурге, я дома. Дома в Петербурге, но вот сейчас вы улыбаетесь, а судя по выражению лица, с которым мы с вами общались на прошлой неделе, вы немножко грустите, что вы не на Филиппинах, да? Все правда, дело в том, что, ну, 13-го, 14-го марта мы приехали сюда и участвовала в выставке международной недвижимости в Москве, вот, и как раз в это же время Филиппины закрыли международное сообщение со странами, где локальная передача вируса. В то время Россия еще не находилась в списке этих стран, но буквально через пару дней полностью все сообщение было перекрыто, и такая ирония судьбы, я дома. Ясно. Ну, давайте расскажите нам в двух словах вообще, даже не будем сейчас говорить ни о какой пандемии, немножечко о Филиппинах, да, и Филиппинах, и филиппинской недвижимости. Что это такое, и почему это было интересно до всех этих кризисов, и почему это может быть интересно сейчас? Ну, смотрите, если говорить о том, что почему именно иностранцы инвестируют в недвижимость на Филиппинах, ну, самое первое, основное, это стабильная растущая экономика страны, соответственно, с 99-го года экономика стабильно растет, ВВП, с 2012-го, наверное, ну, стабильно как минимум 6% в год прибавляет. За прошлый год ВВП был, ну, РосВВП составил 5,72%, а если говорить еще больше о цифрах, инфляция 2,5%, то есть все отлично, все растет, и согласно Международному валютному фонду, если сейчас Филиппин находится на 36-м месте, то через 10 лет, к 2030-му году они будут занимать уже строчку 19-ю, и стабильно Филиппины входят в списки самых инвестиционно благоприятных стран и ведения бизнеса. Безумное количество компаний международных открывает свои бренчи, свои офисы именно на территории Филиппин, потому что Дутерто, господин наш президент, постоянно поддерживает международные компании, идет послабление каких-то налоговых историй, вот такие дела. Это прекрасно. Скажите, пожалуйста, если мы говорим о Филиппинах как именно о сфере недвижимости, что это такое, да, потому что, знаете, Юго-Восточная Азия – это такой регион контрастов, да, есть какие-то, считается, трущобы, 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 а есть что-то там невероятно крутое, современное, так вот, если мы говорим о Филиппинах, в какой степени этот стереотип верен? Знаете, вот я несколько программ, например, даже туристических смотрела про Филиппины, там та же самая известная, там «Орел и Решка», да, и они никогда не показывают, я не могу понять, почему они никогда не показывают действительно хорошую сторону той же самой Манилы. Они показывают только там, ну, какие-нибудь трущобы и старый город. Манила – это суперразвитый мегаполис, сколько там населения, наверное, сейчас уже около 12-13 миллионов. Вообще метро Манила, мегаполис метро, состоит из 16 городов и одного муниципалитета, и там где-то половина из этих городов уже полностью обустроена небоскребами. Например, я живу в городе Макати, это с 1950-х годов является финансовой столицей страны, то есть там расположены все крупнейшие банки, офисы, международные компании, то есть, ну, там, это, грубо говоря, ну, на самом деле это еще немножко напоминает как город Чикаго, какой-нибудь американский. Тут у тебя рядом небоскребы, а там буквально там в пяти минутах пешком находятся трущобы. Есть такая история, вот, так что это правда. Скажите, если мы говорим о недвижимости Филиппин, той, которая может заинтересовать, той, которой интересуются иностранцы, вообще на которые имеет смысл обращать внимание, какой тип? Это новостройки – это вторичка, это дорогая, это дешевая, это, там, не знаю, небоскребы, это коммерческая жилая, вообще что это такое? Ну, смотрите, соответственно, разброс очень большой, есть запросы и на, там, и на вторичку, и на новое жилье. Ну, например, если говорить о нашей компании, мы строим только на данный момент, у нас все наши предложения находятся в столице, то есть метро Маниле. Там, в ближайшем будущем, там, через пару лет мы собираемся уже строить на островах. Потому что, ну, обычно люди, когда думают о Филиппинах, это, ага, острова, какие-то домики у моря. Когда мы приезжали на выставку все, о, боже, домики у моря. В международной валюте, соответственно, ну, сейчас с рублем какие-то дела обстоят. Ну, если, опять-таки, говорить о иностранных инвестициях, рост аренды и спроса на аренду постоянно растет, потому что международные компании открывают свои офисы, и, соответственно, люди приезжают с целью бизнеса, туризма и работы, всем нужны жилые помещения, а также открытие новых офисов. Например, один из самых главных арендосъемщиков и покупателей иностранных на Филиппинах – это китайские компании. Pogo называются. Это компании, которые представляют онлайн-гейминг, например, казино. То есть в Китае казино запричено, что они делают, они играют онлайн. И, соответственно, красивые девушки на Филиппинах, в том числе какие-нибудь тайваньки или русские, перед камерой выкладывают карты, и, вот, соответственно, этот бизнес процветает. Вот, сейчас, так как у нас ситуация с пандемией, все офисы закрыты. Соответственно, что им делать? Люди не перестают играть в онлайн-гейминг, соответственно, сейчас аренда, наоборот, жилых помещений, владельцы, которых разрешают использовать данное помещение для проведения рабочих операций, возрастает. Соответственно, сейчас аренда помещений на Филиппинах еще больше увеличилась, и спрос из цены выросли. Из-за именно вот этих китайских инвесторов и компаний. Если говорить о цене, какую цену вы можете назвать, ну, какой-то хотя бы ориентир вообще. Я предполагаю, что многие из наших зрителей о недвижимости Филиппин, может быть, и не задумывались. А и среди читателей, я думаю, 25 тысяч человек в день приходят. Хорошо, если там 1% что-то слышали и как-то задумывались. О ценах все-таки, это дорого, это дешево, и вот ценообразование, как оно происходит вообще в стране? Все в зависимости от того города, как я говорил, 16 городов. Соответственно, там есть более развитые, менее развитые, и цены абсолютно разные, даже, например, в том же самом Акаде, где я прожил, где у нас офис. То есть, соответственно, можно даже дом в том же самом Акаде снять, ну, если в рублях говорить, за, не знаю, за 20 тысяч рублей можно дом маленький снять. Ну, соответственно, в чем дело на Филиппинах? 20 тысяч рублей в месяц. Да, 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 да. Либо можно студию в небоскребе снять за, там, 40 тысяч рублей. Маленькую студию, там, 30 квадратных метров. Ну, и, безусловно, если мы говорим о иностранцах, они предпочитают снимать, безусловно, в небоскребах. Почему? Самое главное дело в безопасности. Вот у меня был знакомый, он снял этот дом за 20 тысяч. Соответственно, ну, у него два паспорта этих и украли, которые у него были дома. Соответственно, это дело в безопасности. А, ну, смотрите, вы называете цифры на аренду. А стоимость вот жилья, которое, скажем, вы предлагаете, сколько это стоит? И вот если брать средний по рынку, на сколько это рыночные цены вышли? Ну, наша компания входит, там, в пятерку лучших застройщиков на Филиппинах. Соответственно, ну, так как у нас тоже есть разброс от эконом до типа лакшери, до люксовых вариантов, то, наверное, если говорить о квадратном метре, стоимость, наверное, от 2 тысяч долларов до 5 тысяч долларов за метр. Вот сразу вопрос, да, поскольку вы сказали про два украденных паспорта. То есть Филиппина достаточно опасная страна? Вот зря вы сказали, теперь к вам никто не поедет. Ну, знаете, я так как из Петербурга, мне действительно здесь страшнее гораздо, чем на Филиппинах. Ой, какая вы! Извините, что вы упали от снега, а здесь камера упала. Отлично. У меня никаких случаев не было, и у моих друзей также. Но все познается в сравнении. Просто до этого я же проживала 4 года в Китае, там на границе с Гонконгом. В Китае было совершенно все прекрасно с точки зрения безопасности. И, ну, Филиппины тоже. Мне кажется, ну, для иностранцев меньше возможности быть как-то в это дело вовлеченным, потому что, ну, с иностранцами просто не будут связываться. Скажите, пожалуйста, если мы говорим, вы говорите об инвестиционных направлениях, о том, что вы говорите об инвестиционной недвижимости. Да. Какова схема, собственно, получения дохода? Это что, купил, перепродал? Это начал зарабатывать на аренде? Это вложился на стадии строительства? И потом, когда все достроено, купил? На чем, собственно, зарабатываешь? Ну, скорее всего, мы предлагаем покупку недвижимости и получение дохода от аренды. Потому что если, ну, как вы спросили, если перепродажи, там, через пару лет, достаточно высокие налоги, где-то 6%, 7-8% будет, и, ну, это будет не так выгодно при продаже через пару лет. А вот аренда действительно неплохо. И даже я предложу долгосорвать. У нас есть, например, управляющая компания. Вы покупаете недвижимость, вы можете, там, жить в Петербурге, и мы полностью будем заниматься вашими апартаментами. От сдачи в аренду, рекламы, там, на различных веб-сайтах, ну, например, Airbnb, я не знаю, Booking. Мы будем находить клиентов, заниматься полностью, там, оплатой налогов, получать корреспонденцию и перечислять вам деньги. Вам ничего не будет требоваться. Если мы говорим о доходности, годовая доходность в районе 6%. Это при долгосрочной аренде, естественно, 100% заполняемости. Это уже после оплаты налогов, там, не знаю, оплаты... Ну, то есть, короче, чистая сумма, получается, 6%. 6%, да. Это долгосрочно. Да, это долгосрочно, да. Ну, то есть, долгосрочно, наверное, при полной заполняемости, в том смысле, что у вас просто есть весь этот год или полтора, или два, у вас есть просто этот арендатор, дай ему Бог здоровья. Да-да-да. И, ну, некоторые люди думают, вот, сейчас я куплю квартиру, хочу сдать в долгосрочку, иногда буду приезжать. Все-таки мы не советуем это. Это очень сложно. Если люди снимают, они снимают уже действительно надолго. Я сама снимаю на Филиппинах в течение уже трех лет. Кстати, у этого же застройщика, так случайно я попала к нему на работу. Поэтому не потребуется долго мне уговаривать приходить к ним, потому что, ай, ребята, я живу у вас, я знаю, вы такие классные. Это прекрасно, да. Вот, в течение трех лет я снимаю. Если говорить о повышении арендоплаты, нам повысили, наверное, каждый год на 5% они повышают, да. Как я и ожидал, вопросы будут именно вот такого даже ликбезовского характера. Немножечку про правособственности на Филиппинах. Да, я понимаю. Да, пожалуйста. В общем, при покупке квартиры она будет в полную вашу собственность. Единственное, на Филиппинах вы не можете владеть землей. То есть, если возможный вариант, это долгосрочный лизинг на 35 лет, потом еще где-то на 20 вы можете его продлить. Соответственно, либо вы женитесь, если выйдете замуж за филиппинского товарища, а он помрет, тогда вам достанутся в качестве наследства и земля. Но правительство вас вынудит в течение, ну, там, пары лет максимум продать. Все-таки филиппины не любят, чтобы иностранцы владели землей. Также возможный вариант. Вы можете оформить эту землю, но на компанию, на юридическое лицо. Но также больше 50% должно принадлежать филиппинцам в этой иностранной земле. На самом деле, типичная Юго-Восточная Азия история, да, очень похожая там на ту же самую тайскую, например, да. Скажите, есть ли варианты инвестирования на первоначальном этапе строительства, от котлована, и насколько это может быть интересно? Или цены, они растут как, фиксировано, не фиксировано, если мы говорим... Все-таки очень сложно так говорить. Это в зависимости даже от района, от города. Вот сейчас у нас есть несколько инвестиционных планов, но из-за пандемии это немножко приостановилось. Вот у нас где-то три, наверное, проекта, один из которых я уже говорил, на островах. Соответственно, мы сейчас тоже в поиске российских инвесторов крупных, которые не только будут там, например, как у нас китайцы или японцы покупают, не то что там квартиры, они скупают этажами для последующей аренды своим же товарищам, либо, например, та же самая моя квартира, которую я снимаю, принадлежит японской компании. Вот, соответственно. Вот. И, как сказал мне руководство, соответственно, мы ищем этих странных инвесторов, предлагаем им какие-то схемы, и на самом деле мы готовы выслушивать все варианты, они полностью открыты. Россия для нас – это новый маркет, они полностью открыты для любого вида сотрудничества. А изначально чья компания? Это здорово. А изначально чья компания? Это филиппинская компания. Филиппинская. Давайте посмотрим тогда, Екатерин, а что, собственно, предлагаете-то? Это Турция, это не Филиппины, а вот это тоже Филиппины. Квартира в Пампанге. Слово-то какое? Пампанг. Пампанга. Да, пожалуйста, рассказывай. Да, это находится на севере от Манилы, где-то 60 километров от Манилы. Это уже не столица, а провинция. Вот, соответственно, это наш второй проект в таком стиле. Первый был уже в городе. Это первая в стране, в первой стране искусственный пляж с белоснежным песком, пляжным клубом. Пэрис Хилтон приезжал, его проектировала, дизайн-проект делала. Вот, соответственно, там amenities, это удобство различное. Там есть бассейн с искусственными волнами, который включает там каждый час на 20 минут детишкам радоваться. Также бассейн для плавания и лагуна. А в пляжном клубе, вот, если мы видим, он похож на такую ракушку слева на второй картинке. Там уже все удобства для всех жильцов. Это кинотеатр, бары, рестораны, тренажерные залы, детская комната, медицинская комната. В общем, все-все удобства. Соответственно, в этом комплексе можно жить, никуда не выходить и наслаждаться. И опять-таки, если мы говорим о этом городе, он находится... Это не прибрежная зона до ближайшего классического филиппинского пляжа с пальмами, белоснежным песком и прозрачной водой. Где-то 50 километров. Вот. И до столицы, как я сказала, около 60 километров. Соответственно, почему мы выбрали именно это местоположение? Рядом, в 16 километров, находится второй международный аэропорт в Кларке. Раньше там находилась военно-воздушная база США. Соответственно, сейчас там строят новый мегаполис, в который будет уже переезжать все офисы международных компаний. Соответственно, в течение будущих 10 лет это будет новый бизнес столицы Филиппин. Рядом с этим комплексом тоже находится университет и город Ангелес. Соответственно, на Филиппинах это считается как русская Паттайя. Так как, ну, как Паттайя получилось, это раньше была рыбацкая деревушка. Соответственно, когда была Витамская война, американские солдаты приезжали туда отдыхать. Соответственно, сейчас Паттайя знаменита вот этим. Соответственно, такая же история была на Филиппинах. Есть ли, про этот проект еще пара вопросов задам, просто пока раз уж вопрос пришел, есть ли шансы на паспорт у российского инвестора, кроме как жениться и дожидаться смерти реального обладателя паспорта? Вот смотрите, на Филиппинах правительство, есть правительственная программа, вы можете получить визу резидента-пенсионера от 35 лет. Соответственно, как вы получите? Ну, стандартные два варианта. Либо вы вкладываете 20 тысяч долларов в банк филиппинский под 1% годовых. Это просто получается как инвестирование. Вы вкладываете и получаете бессрочную визу пенсионера от 35 лет. Соответственно, что она вам дает? Вы можете на 7 тысяч долларов перевести имущество без оплаты каких-либо налогов. Вы можете взять с собой там двух детей, издевенцев до 21 года. Причем, если, допустим, им сегодня 20 лет, завтра им 21, они будут по этой же визе, могут находиться до 35 лет, а, соответственно, потом уже подать на свою пенсионерскую. Это им дает разрешение на учебу. Соответственно, жену-супруга можете перевести. Вот. Либо это, ну, первый вариант, это называется SRV, «РРВ», «Смайл», либо есть «Классик», от 35 лет до 49 лет вам нужно инвестировать 50 тысяч долларов в недвижимость, либо, опять-таки, долгосрочный лизинг, когда у вас такие же условия. Либо, если вы старше 50 лет, там, соответственно, 10-20 тысяч долларов, в зависимости от того, что можете ли вы подтвердить свою пенсию либо приход каких-либо средств. Вот такие дела. Поэтому покупка недвижимости на Филиппинах вам дает эту бессрочную визу. Бессрочная виза – это история, которая позволяет тебе находиться на Филиппинах без ограничений, ты можешь там находиться безвыездно. Да, и не нужно оплачивать никакие налоги по приезду, по отъезду и так далее. Окей. Давайте я просто пару слов тогда еще раз все-таки уточню. Вот смотрите, вот вы показали, значит, цена здесь получается чуть меньше 2000 евро за квадрат. Я правильно понимаю, что это, ну, условно, в пустыне или вот как раз вокруг таких классических небольших одно-двухэтажных домиков, филиппинцев. Нет, нет, это в центре нового развивающегося мегаполиса. Это провинция, да. Это уже город-город. И скажите, вот купив здесь, там, допустим, квартиру, на что зарабатывать? На сдаче в аренду. То, что как раз мы предлагаем, 6%. Правильно, но это, снимать эту недвижимость будут не туристы, скорее всего. Абсолютно нет. Так как рядом международный аэропорт, возможно, ну, туристическое направление тут, ну, слабо развито, только если какие-нибудь бизнес-товарищи будут приезжать, этот город строят корейцы, соответственно, очень много корейских покупателей и аренда съемщиков. Соответственно, здесь мы не зависим ни от какой сезонности. Здесь мы предлагаем, ну, например, вот видите, 27 квадратных метров. Это самая минимальная стоимость, там, получается, это даже с балконом. Без балкона, по-моему, 24 квадратных метра. Соответственно, это для студентов, рядом университет аграрный, весьма популярный для студентов, потом для бизнес-товарищей, рядом развивающий город Кларк. В течение 10 лет он будет уже построен, сейчас уже где-то треть обустроена. Соответственно, всем будут требоваться жилые помещения. И это не туристический вариант. Абсолютно. Пока мы не представляем. И вы предполагаете, что, то есть, как бы, вот здесь как раз на год, на два, на три потенциально могут снимать люди. Да, да, все верно. Скажите, пожалуйста, все-таки, ну, все этот кризис, он не мог не затронуть остальные. Все сферы жизни он затронул, все страны затронул он так или иначе. Как он затронул конкретно Филиппины? Ну, вот, кроме того, что вы туда приехать не можете. Вот уж как затронул, так точно. Ну, вы не грустите. Да погода какая в Петербурге замечательная. Да, да, да. Какая уж грусть. Я снег впервые за семь лет увидел. Ну, это уж не сегодня. Это уж не сегодня. Ну, смотрите, так, тем не менее, вот как сейчас происходит, как происходит то, выход из этого кризиса? Как он сказывается? Там, туризм, не туризм? Вот. Смотрите, жесткие меры приняты на Филиппинах. Абсолютно жесткие ребята сейчас уже сидят с 14 марта на жестком карантине. Ну, какие ограничительные меры? На одно домохозяйство, то есть, грубо говоря, квартиру, может выходить из квартиры либо в больницу, либо в иглу собаки, соответственно, то же самое, как везде, либо в ближайший магазин. Один человек по пропускам. И это ситуация уже с 14 марта. Пока до 15 мая. Ну, господин Дутерто, наш президент, все так же выступает. И они переносят... Сначала было до 15 апреля, а сейчас продлили до 15 мая. Кому-то мне это напоминает. Кому? Ну, здесь мы гуляем. Никому не рассказывать. А там, действительно, ребята очень страдают. Ну, опять-таки, смотрите, я говорил, 16 городов, и, в принципе, это получается как большие районы со своим самоуправлением. Говорить, ну, о каких-то разностях, ну, например, сухой закон был введен только в трех городах. А, понятно. Ну, смотрите, например, еще, так как Филиппины занимают второе место по аутсорсингу бизнес-процессов, к примеру, это клиническая поддержка крупнейших банков мира, колл-центры. Это они занимают, имеют большой очень сегмент в экономике страны. Правительство не могло отказаться от закрытия офисов. Они разрешили функционирование офисов только при предоставлении работникам временных жилых помещений рядом с офисом. Ого! Да, ну, действительно, Филиппины – это такая страна, которая живет 24 на 7. Там постоянно смены ночные, дневные, утренние. Если вы звоните в любую поддержку из любой страны англоговорящей, скорее всего, вы попадете на Филиппины. Это две страны, сревнуется Индия, но в основном, так как они ребята более-таки напористые, а это идут холодные звонки. А Филиппины, они очень такие няшные, добрые, лояльные ребята, они принимают звонки. Скажите, ну, этот вопрос, который, наверное, вас, может быть, волнует, ответ на этот вопрос волнует вас больше, чем кого-либо, Константин написал, когда снимут ограничения и возобновят авиасообщение с Филиппинами. То есть когда вы планируете, ну, во-первых, выбраться, ну, не грустите, все хорошо. У нас скоро будет, у нас сегодня плюс 17, а через месяц и плюс 18 будет, так что все хорошо. Тем не менее, какие сроки называются и какие, ну, вполне возможно, что и на самих Филиппинах какие-то принимаются решения, которые позволяют, по крайней мере, в первом приближении судить о том, а как же будет дальше? Ой-ой-ой-ой. Ну вот, пока ждем 15 мая. Ну, не знаю, мне кажется... А как вы, кстати, добираетесь? Прямой рейс из Москвы есть или... Нет, прямых нет. Раньше были единственные прямые рейсы до Владивостока, но, видимо, это не пользовалось особой популярностью, их закрыли. И обычно вот до Москвы я добираюсь... Либо Катар, то есть пересадка до Оха, получается 9 часов. Не надо пугаться расстояний, можно поспать, можно посмотреть классный фильм. Это да, нет, ну... Интересно, обычно до Москвы это 9 часов до Катара, либо Абудаби и Дубаи, Эмираты, и потом 5 часов до Москвы. То есть, соответственно, там с пересадкой, со всеми делами в районе, может быть, 17 часов. Ну, даже... Что делать? 17 часов фильмов тоже неплохо. И еще все-таки вопрос, если инвестор до 35 лет приобретает вашу квартиру и хочет там жить. Ведь виза пенсионера ему не положена, но в силу возраста. Как вот... На что может рассчитывать инвестор? Выбор, если я правильно понял, сказали про 35 плюс. Да. А вот, предположим, инвестор еще молод. Ему 33. Замечательный возраст. 33. 33, да. Смотрите, пока на данный момент, мне кажется, в Филиппине, насколько мой опыт мне позволяет так сказать, самая простая страна для переезда. Многие приезжают, получают визу по приезду туристическую на 30 дней и потом ее продлевают. Некоторые живут так в течение 7 лет, я знаю друзей. Вы сами сказали, что вы живете 7 лет. Вы 7 лет живете по 30. Нет, 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 7 лет не в России. Живу я на Филиппинах 3 года, да. Соответственно, наверное, первые полгода у меня были туристические визы, я их постоянно продлевала, а потом уже мне сделали рабочую. И, ну, даже, я могу сравнить только с Китаем, я жила в Китае. Рабочая виза в Китае – это действительно что-то очень серьезное и сложное. На Филиппинах абсолютно нет, и многие работодатели спокойно делают рабочие визы, и она делается на год, и вообще все замечательно, супер. Очень, если кого-то интересует переезд на Филиппины, так отвлечемся. Я думаю, что интересно. Действительно, я как девочка, мы очень, ребята, мы очень страдаем. На Филиппинах жуткий сервис по ногтям. Если кто-то хочет приехать на Филиппины, даже средний мастер, вы сразу найдете себе работу, всем нужны ногти. Не знаю, сколько из наших зрителей сейчас именно интересуются, являются потенциальными. Хорошо, хорошо. Еще другой вариант. Смотрите, так как, действительно, я сказала, что важный сегмент экономики Филиппины являются колл-центры, любой компании, допустим, все знают компанию iHerb. Раньше я работала там в клиентской поддержке. Компании, например, из Америки, выгодно заключить контракт с филиппинской компанией не только на английский язык, но плюс еще там испанский, французский, русский. Соответственно, на Филиппинах требуется любой язык. В том числе и русский. Если кто-то хочет приехать, вы, скорее всего, найдете себе там работу. Это будет как поддержка. Общение. Вы на каком языке там начали общаться? И какой язык? На английском. Все говорят на английском, так как Филиппины были в течение 50 лет под... Ну, не говорила там даже. Это лучшее, на самом деле, с ними случалось. Это Америка пришла к ним. Она вообще им помогла, открыла университеты, предоставила им хороший английский язык. Все говорят по-английски. Все-все говорят на отличном, хорошем английском языке. Плюс акцент филиппинский, он очень понят в русском языке, русскому человеку, вот это кры-кры-кры-кры-кры, это все отлично. Ну что ж, ну, в общем, не удивляйтесь, если по завершении нашего вебинара вам будут спрашивать, вам будут звонить не по недвижимости, а по-английски. Ахтян, ну вы уж проконсультируйте, я думаю, проблем не будет. Дорогие друзья, ну что ж, два часа мы славно прообщались. Я благодарю Екатерину Морозову, менеджера по международному маркетингу Century Properties. Екатерина, спасибо большое. Спасибо, Эфи. Контакты компании. Есть, о, подождите, 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 подождите. Да, не уходим. Вопрос пришел. Где, на ваш взгляд, наиболее сложный вопрос, но тем не менее, где, на ваш взгляд, наиболее привлекательное место для приобретения недвижимости на Филиппинах? Окей, вот человек пришел, он смотрит. Вот вы предложили сейчас вариант 16 километров от аэропорта, но при этом еще до моря ехать. Самый классный, самый классный, это действительно в Макате, покупать недвижимость в Макате, вот я уже говорила, это финансовый центр с 50-х годов. Вот, соответственно, у нас будет проект, уже построен в декабре 2020 года, это прямо в центре города, небоскреб на 50 этажей, дизайн от Дэниел Липскин, это товарищ, который делал в Америке этот всемирный торговый центр после 11 сентября. А, ну то есть он пришел на родной. Да, 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 да. Соответственно, у него много проектов там в Сингапуре, по всему миру, вот он наш архитектор. Дизайн интерьера будет от Армани Каса. Ну да, ну то есть прям, нет, я не знаю уж как насчет недвижимости, но ваши эмоции завораживают, это очень приятно. Спасибо вам огромное. Просто как бы, ну, интересный факт. Про этот небоскреб, который будет построен в декабре, на самом деле многие китайцы уже купили там свои квартиры, а китайцы это фэншуй, правильно? Они все скупили вот эти вот квадратненькие юниты, потому что чтобы денежки... Ну да, слушайте, нет, прекрасная история. На самом деле Юго-Восточная Азия не перестает удивлять, и я дико признателен вам, что вы рассказали не о той стране, о которой я мечтал с детства, просто еще раз повторяю. Кстати, Филиппины называются Филиппинами в честь короля Филиппа II. Ну, я надеюсь, что я еще так вебинаров попровожу, и после этого начнут государство в мою... в мою... в мою... в мою... часть. В мою честь будут называть. Ну, почему нет, в конце концов. Катя, спасибо огромное. Встретимся, ну, пока в Питере, а там дальше, дай бог, и на Филиппинах. До встречи. Спасибо, до свидания. Ну что ж, дорогие друзья, самый веселый, наверное, наш вебинар подходит к концу, и Кате за это огромное спасибо, потому что на самом деле вот очередной раз я убеждаюсь, как по-разному все это бывает в разных частях света, а завтра у нас будет с вами очередной вебинар, на который зарегистрировалось уже без малого 500 человек, а вот мне уже подсказывают больше 500. Мы будем беседовать с экспертом по инвестициям Эриком Розенфельдом, я думаю, что многие его знают, если не лично, то, по крайней мере, по выступлениям и видео, и на мероприятиях публичных, офлайн он принимал активное участие. Я тоже с нетерпением жду этого вебинара, потому что тема уж больно интересная, мы будем говорить о возможностях зарабатывать на зарубежной недвижимости без привлечения больших средств. Понятное дело, что если какой-то объект стоит 2 миллиона евро, то большинству инвесторов даже смотреть на этот объект бессмысленно, потому что, ну, не про нас, да? А с другой стороны, кто сказал, кто сказал, что инвестиции серьезные могут начинаться с больших сумм. Вот, Михаил, хотим перед вами извиниться, возможно, неправильно. Мы нас поняли, мы с самого начала, я несколько раз предупреждал, у нас, к сожалению, австрийская компания сегодня в последний момент отказалась от участия, не смогли они принять участие, и, соответственно, в следующем вебинаре мы будем уже с ними беседовать, но вот вебинар с австрийской компанией мы, скорее всего, переносим на 20 числа мая. Извините, ради бога, если заставил кого-то ждать и заранее не предупредил, или вы меня не совсем правильно поняли. Так вот, обязательно пришлем анонс, как только вот получится, к сожалению, у наших партнеров буквально за 15 минут до начала нашего вебинара произошла накладочка маленькая. Так вот, завтра у нас будет вебинар, изначально мы думаем, что он должен будет быть вот так, да, полуторачасовой, но по факту, думаю, будет подлиннее, потому что, говорю, более тема интересна, и мы будем говорить о том, какие существуют схемы, чтобы с небольшими деньгами вкладываться вполне в серьезные проекты. Где эти схемы работают? Какие деньги в этом случае можно заработать? Как вообще выстраивать свои инвестиции подобного рода, если не хочется рисковать большой суммой, пусть она даже есть? В общем, обо всем этом завтра. Если кто не успел зарегистрироваться, регистрируйтесь, пожалуйста, приходите чуть-чуть заранее, потому что, ну, формально, видите, наш зал рассчитан на 500 человек. Я не думаю, конечно, что все, кто зарегистрировались, придут, но чем черт не шутит. В общем, будет интересно. На этом прощаюсь с вами. Спасибо огромное. Филипп Березин, портал прианру недвижимость за рубежом. Да, коллеги мои напомнили о вебинаре, в следующем вебинаре-марафоне мы будем разговаривать об иммиграционных программах и их связи с получением дохода. Тут как раз все очень просто. Часто есть программы, которые позволяют купить недвижимость, но при этом хочется не просто купить недвижимость, а еще на ней зарабатывать. То есть переехать и зарабатывать. А некоторые думают о том, что неплохо было бы сначала зарабатывать, а потом думают, а почему мне еще при этом не иметь возможности переехать. Мы поговорим о связи этих компонентов, насколько реально в этих иммиграционных программах купить что-то стоящее. Ну все, уже заболтался. Спасибо вам огромное за внимание. Рад, что были с нами и в мае. Мы победим все эти дурацкие кризисы. И спасибо огромное всем экспертам, которые сегодня сделали последние два часа весьма и весьма привлекательными. До встречи. Филипп Березин, Приандру, Недвижимость за рубежом.